Аплодисменты Великого рода человека Армении 20 века Городина Нашдера Смерть в языках означает смерть рода Название темы род, народ, народ Существует термин родной язык, то есть язык родителей родины рода От чистоты языка зависит дальнейшее существование рода Поскольку будущее рода определяется не только благотворением Но и духовно-умственным развитием, которое обусловлено языком учения Искаженный язык приводит к искаженному восприятию От которого возникают искаженные ценности Теряется различение воли и желания, формы и формальности Добра и выгоды, емкости и объема и тому подобное Род теряет свои качества и превращается в народ От которого берет начало сброд Обратный ход тормозится эгоизмом и блокируется иллюзией И господствует сознание обреченности к страданиям На самом деле для преодоления страданий Достаточно только осознать разницу между этими тремя словами Которые соответствуют трем ведическим гунам Сатва, Раджас и Амас То есть род благость, народ страсть, сброд невежество Можно дальше раскрывать характерно отличительные проявления этих форм существования Итак Род сила, народ усилие, сброд насилие Род убеждение, народ мнение, сброд сомнение Род вера, народ суеверие, сброд неверие Род воля, народ желание, сброд приход Род эволюция, народ революция, сброд инволюция Род красотар, народ привлекательность, сброд сексуальность. Род стремится к развитию, народ к существованию, сброд к уничтожению. Род стремится к истине, народ к правде, сброд к оправданию. Род говорит хорошую правду, народ плохую, сброд хорошую неправду. Род говорит, народ разговаривает, сброд орёт. Род творит, народ строит, сброд рушит. Перечислять можно долго и много, но это не должно превращаться в своего рода критику, поскольку критика есть плохая правда и содержит цение эгоизма. Эго – это непроизводённый наркотик, не может дурманить даже мудрецов. Лучше использовать подручные средства и время для возрождения и прославления родовых законов и образов жизни. Я хочу представить две гимны. Одна из них – манта Арьев из Гималайской Ригведы, а другая – гимн Творцу. Итак, гимн Солнца. О, сверхмощный огонь безграничный, ты пламя и дыхание жизни. О, вечный предель бесконечный, всевидящий и всемогучий. О, хремнящий, отворящий, наш родник благонесущий. О, свет счастья нам дающий, мыслим наши праведущие. По просьбам наших наследущих, по дорогам нам присущим, в мир мечты благонесущий, сверхчудесный и сверхвечный. И дим Творцу. О, сверхдух Вселенной, творец всевластный. Сверхсильный, безграничный, сущность своей властной. Своезначный и вечный, без начала и бесконечный. Не закрытый, бесчастичный, всесодержащий и беспорочный. О, первоисток мудрости и знаний. Отец Вселенной, невыраженный и явный. Только перед Тобой голову склоняем, славу и хвалу Тебе воспеваем. Слава роду. Слава Богу.